Год педагога и наставника сегодня официально стартовал в Карачево-Черкесии. На торжественном мероприятии, посвященном данному событию, побывала Фатима Даурова. Смотрите подробности. Классическая музыка в тон красивому празднику для представителей самой классической профессии в мире. В зале сидят приглашенные учителя, педагоги и наставники со всей республики. С праздничным словом к собравшимся обратился глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. В своем выступлении он подчеркнул роль педагога в прогрессивном развитии общества, формировании его достойной будущности, воспитании молодежи, которая продолжит дело старших на более высоком уровне развития. Дорогие педагоги, будущее страны и Карачаева-Черкесии в ваших руках. Убежден, что вместе с молодыми и опытными педагогами, родительскими сообществами мы добьемся того, чтобы наши дети выросли хорошо образованными, конкурентоспособными, успешными людьми, настоящими патриотами, достойными гражданами Российской Федерации. В свою очередь мы сделаем все возможное, чтобы вы работали на современном оборудовании, в комфортных условиях, получали достойную оплату труда. В день торжественного открытия года педагога и наставника в нашей республике примите от меня самые искренние пожелания счастья, благополучия, вдохновения, успехов профессиональных и творческих побед. Нескольким представителям благородной профессии были присвоены почетные звания «Заслуженный работник народного образования Карачаева-Черкесии» и «Заслуженный учитель Карачаева-Черкесии». Из рук главы региона они получили документ, подтверждающий их профессионализм и заслуги в педагогической и воспитательной деятельности. К поздравлениям присоединился и спикер Народного собрания республики Александр Иванов. Благодарственными письмами парламента Карачаева-Черкесии отметили пять ветеранов педагогического труда. Позвольте поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете. Пожелать вам мира в ваших домах, благополучия вашим семьям и уверен, что все возложенные на вас задачи будут с успехом выполнены. И, конечно же, поздравить женщин с прошедшим 8 марта. Почетный работник образования России, отличник народного просвещения Зинаида Лисовенко, педагогический стаж которой насчитывается более 50 лет, передала эстафету наставничества молодому поколению учителей. Из рук опытного педагога ее приняла учитель начальных классов 17-й гимназии Черкесска Алина Анчокова. Я желаю, чтобы на долгие годы все молодые и те, кто уже с опытом сохранили желание работать и молодость в душе. Эту книгу знаний я передаю молодому поколению с тем, чтобы они продолжили и умножили лучшие традиции в образовании. Молодой представитель одной из самых старых и уважаемых профессий в мире пообещала, что она и ее коллеги будут достойно нести возложенную на них ответственность и оправдают надежды. Официальное мероприятие продолжилось праздничным концертом. Хатима Дорва-Лебастана, Вести, Карачаево, Черкесия.